Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. В студии ведущий Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск. Как мы анонсировали в первой части нашей программы, речь пойдет сейчас о событиях на Ближнем Востоке. На связи с нашей студией дипломат, политолог, экспосовый Израиль в России и Украине Цви Маген. Цви Иснова. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с вами сейчас об обострении исламского террора, свидетелем которого мы сейчас являемся. То есть цепь террористических актов, которые прокатились по Израилю. И в то же время идут постоянные контакты. Прошла конференция стран Ближнего Востока, арабских стран Израиля. Мы говорили с вами в одной из прошлых передач, что есть сигналы от Башара Асада о том, что он хочет вернуться в лоно, так сказать, суннитских арабских государств. И в этот союз, который, по сути дела, возглавляет сейчас Израиль. Почему же на фоне, вроде бы, казалось бы, идут переговоры с арабскими странами Израиля, практически подружился, по крайней мере, со всеми соседними. Очень многие, кстати, наши комментаторы вот эту вещь не понимают. Они пишут, вот, смотрите, вот там Америка от вас откажется, вас арабы съедят. Нет уже арабов, которые нас готовы съесть. То есть у нас со всеми очень хорошие партнерские отношения, за исключением Сирии и, конечно, там Ливан, Иран и так далее. Что же происходит? Ну, во-первых, террористам не нужны особые причины для реализации террора. Они всегда имеются, если есть возможность, они их реализуют. Но причины нужны тем, кто ими управляет, вот теми кукловодами, карабасами-барабасами, которые держат всех, дергают за них. Я сейчас, да, речь идет, почему именно сейчас такой всплеск, я могу указать две причины. Первая причина, это как раз позитивные, скажем, процессы и переговоры между Израилем и арабскими соседями. Все, что там происходит, мы уже обсуждали, можем еще раз обсуждать. Но там получается практически новый региональный и военно-политический, и экономический блок, в котором присутствует Израиль и практически большинство арабских государств региона. И что из этого следует? Из этого следует, что там отсутствует палестинский опрос, практически его отмели в сторону. Если в прошлом палестинский опрос был в центре всех политических развитий в регионе и вне региона, когда речь шла о Ближнем Востоке, первый вопрос на повестке дня, и по всей гене всех антисемитов, их много. Первый вопрос, это всегда палестинский опрос, и решение этого опроса за счет Израиля в той или иной мере, и это всегда муссировалось много лет, практически, да, все годы существования государства. Цвет, вот то, что, простите, то, что вот сами арабские наши соседи, арабские государства, ведущие арабские государства, там, Египет, Саудовская Аравия, Ордания, Марокко и так далее, отодвинули этот вопрос, так сказать, с повестки дня, говорит о том, что они-то, как никто, понимают, что происходит. Они лучше всех, лучше, чем европейцы, лучше, чем американцы. И они понимают, что палестинцы уже столько предлагали, что если бы они хотели, то давно бы уже они получили и государство, и мир, и все остальное. Ну, совершенно верно, но мы сейчас не, да, но не это сейчас суть, а суть в том, чем, собственно говоря, вызвано это негодование, вызвана эта волна террора и так далее. Это реакция именно на этот подход со стороны арабских государств и со стороны международного сообщества, потому что и международное сообщество присутствует в этом процессе. Я напоминаю, что за этим соглашением Афраама стоят Соединенные Штаты, есть, как сегодня в России говорят, коллективный Запад, и весь этот комплекс в той или иной мере не учитывает, во всяком случае, на данном этапе палестинские вопросы и все, что с этим связано, и у палестинцев проблем, потому что все их существование снизится на международной поддержке, на международных там активных действиях в той или иной мере. И поэтому, если их там нет, то их нет вообще. Поэтому им приходится сейчас выбирать новые пути, скажем, реализации смягчания. Поэтому террор есть. Во-первых, реакция не вынесла душа поэты, они рвутся в бой с одной стороны и с другой стороны. Именно этим террором они хотят привлечь к себе внимание, привлечь внимание всего мирового сообщества и арабских государств, и сказать, что если нас там не будет, то это будет большая война, или большая кровь и так далее, и так далее. Если не поможет нам все время, то мы можем проводить террор и у вас тоже дома. Это тоже намер. Поэтому это основная, по-моему, основная причина, хотя всегда каждый год есть те или иные возможности реализовать те или иные, скажем, террористические выпады против Израиля, против любого другого. Есть достаточно возможности в руках тех или иных палестинских систем, организаций и так далее, и те, которые за ними стоят. Напоминаю, кто за ними стоит сейчас. Не за всеми палестинцами, но как минимум частично, например, исламский джигад. Это практически Иран. И все разработки в секторе газа поныне, естественно, агентура влияния на палестинских территориях, это иранская работа. И они заинтересованы вызвать те или иные беспорядки, те или иные, скажем, региональные перетрубации, потому что они на прицеле, потому что сейчас объединяется ближний восток против них. В той или иной мере Израиль заявляет достаточно откровенно, что если он не будет удовлетворен, а он не удовлетворен договорами по ядерной программе, то он так или иначе будет решать самостоятельно этот вопрос. И он поддержан в этом вопросе всеми государствами региона суннического толка. То есть это будет коллективно, это будут какие-то коллективные действия? Да. И поэтому у Ирана тоже есть интерес подорвать, скажем, такой порядок и провести, протолкнуть свои те или иные намерения, интересы. И это тоже составное подстрекательство террора. Они практически заправляют тем террором, который исходят из газа. Теперь есть еще одно направление, которое вероятнее всего присутствует и реализуется именно посредством террора. Идет противостояние газы с палестинской территорией, с палестинской автономией. Хамас, так называемая, это организация, которая держит в руках газу, хочет захватить всю власть в палестинском сообществе. Идет там очень жесткое противостояние между Абасом, системой палестинской автономии и Хамасом. До данного момента безрезультатно, хотя очень часто бывают стычки и выяснения отношений. И тем самым Хамас пытается, значит, этим террором Хамас пытается так или иначе раздуть пожар именно на территориях, именно в Иерусалиме, именно так, чтобы, в конце концов, подорвать те или иные попытки, скромные или робкие попытки за стороны разных палестинских, скажем, систем, договориться с Израилем. Они не хотят этой договоренности, они хотят перехватить власть. Все это ведет к тому, что террор является результатом всех этих, скажем, развитий событий. И в той или иной мере он, вероятнее всего, да, имеет какое-то там влияние на развитие событий, хотя я очень сомневаюсь, что у них получится. Они не смогут остановить процесс, который я уже писал. Они не смогут остановить новый подход к палестинскому вопросу со стороны всех арабских государств, которые считают, что следует договориться, и нельзя продолжать это противостояние ради интересов той или иной группы, скажем, руководителей этого движения. И есть проблема с Ираном, которую в той мере надо будет, приятнее всего, решать. И, по-моему, никуда не денется, придется эти вопросы выяснять. Но на данном этапе израильская система против безопасности проходит теперь достаточно энергично бороться для сдерживания этой волны террора. Цви, спасибо большое, спасибо, что побеседовали с нами. Я напоминаю, что мы говорили, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке с политологом израильским послом, дипломатом, с послом Израиля в России и Украине Цви Магеном. Вел программу Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова